Всего на центральном кладбище Читы семь братских могил, в которых покоятся участники Великой Отечественной войны. Большинство из них скончались от ран и болезней в Ивако-госпиталях, дислоцированных на территории Читинской области. В 40-е годы на этом месте был непроходимый лес, и изначально предполагалось, что братские могилы защитников Отечества будут стоять особняком. Однако время распорядилось этой территорией иначе. Уже много лет покои воинов-героев разделяют и Читинцы, которых не забрала война, которые ушли по другим причинам. Здесь, вот в этой могиле, захоронены воины, бойцы и гражданские люди, которые погибли на военном самолете осенью 1945 года. Вот это было в Китае, и самолет выполнял важное задание. Он вез на научные работы известного профессора Института истории Академии наук СССР Карамурзу. И, кроме того, там были военные корреспонденты. Вот Павел Бесов, о котором потом писали, что из разведки не вернулся. То есть это была и научная экспедиция своего рода, и военная разведка, которую осуществляли офицеры. В основном это были офицеры Забайкальского военного округа. Но, к сожалению, самолет потерпел крушение, и люди все погибли. Он врезался в сопку. Естественно, люди такого масштаба не могли там оставаться, в Китае, в Манчжурии. И их тела привезли сюда, в Читу. Уже много лет, в канун окончания Второй мировой войны, сотрудники военного комиссариата края организуют уборку на братских могилах. Сегодня им помогают военнослужащие 344-й военной школы поваров. Я думаю, что это хороший урок для молодежи, потому что в братских захоронениях захоронены ребята, которые по возрасту одинаковые с теми, кто сегодня пришел приводить в порядок их могилы. Сегодня среди военнослужащих есть русские, есть татары, есть башкиры, разные национальности, разные вероисповедания, но все как один, они с большим чувством патриотизма участвуют в данных мероприятиях. Кроме того, по окончанию работ мы проведем небольшой экскурс в историю, чтобы это мероприятие заполнилось им надолго. Я испытываю гордость за своих родственников, тех, что служили на войне, тех, что дали часть своей жизни в самый тяжелый момент истории нашей страны. Мой прадед служил на флоте, но в 1941-м был контужен, его отправили на тыл, и там он дослужил до конца войны. Вернулся, и все было хорошо. 2 сентября исполняется 76 лет со дня окончания Второй мировой войны. Задача сегодняшнего дня – сохранить в молодых сердцах память о подвиге победы. Вера Садулина, Константин Васильев, РТК «Забайкалье».